Привет, я Антон Акулич и вы смотрите Рэп Ньюс, подборку самых шумных новостей прошедшего месяца в категории русский рэп. Каждый блогер рано или поздно понимает, что его личность перестает быть известной или не получает достаточного количества хайпа. Поэтому нужно предпринимать некие меры, чтобы снова раскрутиться. Сегодня мы поговорим о двух персонажах, которые в свое время стали известными за счет инфоповодов и трендов на ютюбе, а сегодня вызвались баттлить на Versus Battle. Речь пойдет о Ларине и Хованском, я думаю, оба они в представлении не нуждаются, ведь один и второй персонажи весьма сомнительные в русском сегменте ютюба и постоянно стараются задевать тех или иных блогеров для раскрутки своей персоны. Все началось с того, что Ларину надоела критика со стороны комментаторов и вечные споры, поэтому он решил во всем разобраться и вызвать Хованского на дуэль. В ответе Юрий в весьма интересной форме, пародируя Гамаза, согласился, но лишь в феврале. Честно сказать, это будет обычная раскрутка двух ютюберов и не более, не удивлюсь, если это договоренность. Лично мне особо не интересен данный поединок, ведь получится только за шквар площадки Versus, которая в последнее время и так держится на плаву только за счет ярких новичков на фрешбладе. Скат, 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 скат в мертвых пумах, скат, скат, скат в тяжких думах. Второе событие, которое привлекло мое внимание, это новый клип рэпера Лига Лайза с названием «Караван». Сама работа весьма масштабная, ведь принимали в ней участие более 50 человек. Нужно было много снимать, использовать кучу эффектов и приемов, сделать огромное количество кадров. Рассказывается в ней про караван, то есть про команду Лиги и про собак, которые лают. Это, видимо, хейтеры. Занимался клипом один из самых крутых режиссеров России, Константин Черепков. К нему претензий в принципе быть не может, ведь нужно было сделать конфетку, он и сделал. Но вот к Лиге и его рифам я никак не мог не докопаться. Несмотря на текстовую составляющую, которая была посвящена всем ненавистникам его творчества, ну никак нельзя не быть его хейтером после строк про внедорожник-подорожник. Ничего удивительного в таких конструкциях нет, и это нам доказывает его интервью со съемок, где 38-летний рэпер с огромным стажем рассказывает так, будто это мужика позвали с улицы под чем-то химическим объяснить, про что будет клип. При этом он дико стремается к камерой и микрофона. В целом Лига считает, что он вернулся и теперь является свежим артистом, но, как мне кажется, оскорбительное поведение в адрес слушателей его явно не красит. Если раньше была харизма, стремление быть лучшим, за что ему отдельный респект, зато сейчас просто оправдание и угрозы тем, кто не понимает его творчество. Ждем второй сольник, посмотрим, чем он нас там удивит. Этим мы продиктовали свою работу, что она должна быть, она должна тебя цеплять сразу и такими порциями бросать хитовые такие пэкшоты, от которых ты не сможешь оторваться. Сегодня я вам представляю на обозрении и критику группу Фо Блок с клипом Чёртово Колесо. Многие уже знают про них, ведь парни работали с известными рэперами в своё время, но особого ажиотажа это не принесло. Но вот сейчас клип, который они выпустили, по моему мнению, достоин внимания. Хэй! Хэй! Что ты делаешь тут? Строишь мечту? Годы идут. Замкнутый круг. Вырваться бы, но нет выхода тут. Тут будни в дыму. Оставь их, забудь, пока ты не труп. Труп! Пока ты не труп. Труп! Тут денег не хватит, насколько бы не было много в кармане. Наркотики, мать их, увольтят людей на тот свет. Хватит поисках бога, забыли его. Поднесло-ка я грёбанный псих, этот долбанный город не даст мне остыть. Я меняю погоду, хоть доля моя, а бы не с простых. Новости, новости, новости. Где же тут правда, скажи, базар и зажить. В синем угаре. Не слышим, не знаем, нет места для слабости. Все ищут свет выход из темноты, я бросал это всё. Но возвращался подобно чурмилам на лист. Но из МС всегда выделяется сочными приглашениями на свои мероприятия, ведь залог большой сходки и крутого концерта – количество пришедшего народу, а оно зависит от подхода и качества самого приглашения. Несмотря на то, что Иван уже 30, он всё ещё дурачится в своих видео, как любой другой тусовщик в клубе, и отличается своим безумием. Первым приглашением было видео с названием Jingle Bells, где Нойз МС вместе со своей командой тусуется и показывает всю крутость праздничного концерта, который перестоит в январе. В клипе были также затронуты многие шумные рэп-тренды 2015 года, такие как Спрайт, Янг Трапа, Скриптонит или выражение фараона Скр. Это говорит о том, что Нойз МС тоже следит за русским рэпом и его развитием. И, конечно же, хочется выделить этот кадр. Как и надо вам, блохам, и начал покупки на ленту, бываливать шапкой громко, жуя бабулгам. Вторым оригинальным видео было приглашение на концерт в питерский музей, где он бодро читает про основы основ. Такими работами Ваня всегда выделялся, когда к любому появлению на камеру он готовится основательно. Даже небольшое появление в виде бомжа на улице выглядит очень весело и оригинально. А самое главное, все качественно снято, что дает большой интерес для просмотра штатному зрителю. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Буду, я верю в пророка Мохаммада, я верю в Кришну, я верю в Гару. А теперь хочется рассказать про рэпера-карандаша, который к зиме только реабилитировался и решил напомнить о себе, пошумев сразу несколькими работами. Для начала хочется рассказать про клип под названием «Двор», который задал тон всем новостям от Дениса. Снят он был, по словам автора, еще три года назад, когда готовился его предыдущий альбом «Американщина 2», но после продолжительного нахождения в архиве он все же выпустил его. Карандаш – один из немногих рэперов, который не стремится что-то доказывать или переворачивать игру. Он делает со смыслом и душевно, впрочем, что и показал очередной раз этой работой, где он просто рассказывает про свой двор и про то, как он по нему скучает. И кем бы ни был, пока я на этой земле, Я буду делать так, как делали в моем дворе, В память о тех, кто воспитал меня тем, кто я есть, Мне нужен только один день для еще одной песни. Вторым клипом, который был выпущен Карандашом, был совместный клип с Сергеем Питца на трек «Отражение». Сам по себе он изображает простую историю про девочку, который звездный состав исполнителей напевает «Колыбельную». В клипе присутствовали как гости Нойз МС и Эстэ и играли роль музыкантов с гитарами. Трек по себе очень лайтовый и вполне подходит под ТВ-формат и по стилю, и по доброте. Он отлично показывает всю концепцию альбома карандаша «Монстр», который уже можно заказать и насладиться его музыкой. И перед тем, как закончить выпуск, хотелось бы порекомендовать отличный и весьма свежий проект на Ютюбе, в котором рассматриваются интересные события в русском рэпе с личной оценкой авторов. Также на канале присутствуют поучительные видео и топы со своей критикой, что очень полезно. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Думаю, вы найдете там что-нибудь интересное и для себя. В баттлах, как и в своих текстах, Мирон делает даже больше упор не на подколы соперника и что-то интересное, а на, так сказать, свое умственное превосходство, начитанность, осведомленность и прочее. Когда, как считается настоящий баттл, это дух борьбы, а не рассказ сопернику и зрителям того, в чем они не шарят. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео, а свои работы присылайте к нам на гугл-почту. До встречи! Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, бледина. Головка, шлюха, жопа, член, еблан, петух, мудила. Рукоблудца, Нина, очко, бледун, вагина, сука, ебланище, влагалище, пердун, дрочила.